всем привет иришка привет привет сегодня у нас рецепт из грузинского кафе а именно выпечки из грузинского кафе очень сытный очень вкусный ароматный она продается в кафе на виду с хотя кури куб дали лоби они со сладкой выпечки то есть это полный такой ассортимент когда я захожу в кафе я сразу спрашиваю вас есть курсе они называются на курсе если сразу беру курсе они это не ход все это по-грузински это мясо и соответственно начинка у нас с вами будет мясная тесто будет слоеное то есть одной одной из разновидностей слоеного теста а точнее слоем дрожжевое тесто также хочу сказать что с этим тестом очень легко работать то есть мы его один раз с вами замесили приготовили потом а соответственно можно сразу испечь кортия а можно его убрать в морозилку и вам нарезать порционно убрать морозилку и потом сколько вам нужно разморозили и столько штук быстренько приготовить это очень удобно давайте я расскажу про ингредиенты количество ингредиентов как обычно будет в описании под видео я просто пробегусь скажу что у меня есть и так для теста нам с вами потребуется просеянная мука масло либо маргарин если берете маргарин проследите чтобы он был хорошего качества обязательно растительное масло соль сахар сухие дрожжи водка и вода для начинки соответственно фарш у меня это свиноговяжий фарш можно здесь вариации на тему брать то есть кому что нравится можно с индейкой мешать можно с курицей все равно будет вкусно но хортиане предполагает что мы делаем его из мяса фарш свиноговяжий 50 на 50 я его пропустил на средней котлетной решетки как я ее называю лук репчатый перчик острый по вкусу опциональная вещь рис соль и специи друзья специи у нас с вами здесь хмели-сунели хмели кинзи кориандр это кориандр и обязательная специя называется она дзира вот так вот она выглядит меня многие спрашивают почему ты в хинкале кладешь зиру это уже не хинкале ребят я всем пишу отвечаю еще раз скажу что зира зира это другая специя это среднеазиатская специя а дзира это грузинская специя которая растет только в грузии она входит состав очень многих грузинских блюд в том числе хинкале она кладется и она неотъемлемый ингредиент сванской соли также сюда мы ее добавляем я проверил ее можно купить в интернет-магазинах без проблем так что мой совет не пренебрегайте этими специями чтобы добиться вот такого вкусного ароматного результата потому что эти перцы специи они раскрывают вкус этого блюда нам нужен ведь эталон конечно мы все сделаем эталонный вкус так все рассказал по ингредиентам погнали готовить все ингредиенты у нас как обычно будут в описании под видео и начнем мы с теста начинаем конечно же сначала с дрожжей дадим им заработать наливаем воду вода у нас должна быть 40 45 градусов чтобы дрожжи у нас хорошо заработали высыпаем сахар ножка его разрешаю добавляем дрожжи накрываем пленкой и отставляем минут на 10 дрожжи у нас хорошо заработали я буду вымешивать тесто на миксере но это тесто она податливая его можно запросто вымешать вручную то есть я это делал просто для того чтобы было быстрее так и вручную без миксера можно запросто обойтись пока дрожжи у нас подходят можно замешать сухие ингредиенты высыпаем муку мука у нас россия еще раз говорю сразу можно же высыпать соль и на маленьких оборотах немножко перемешаем соль с мукой прошло 10 минут давайте посмотрим что у нас дрожжами дрожжи отлично заработали начинаем собирать добавляем остальные ингредиенты масло одну столовую ложку водки и заливаем дрожж пока мешается тесто сейчас поставим кастрюльку нам с вами нужно будет слегка приварить здесь вода у нас закипела добавляем рис и будем варить три минуты больше нам нужно что-то немножко он приоткрылся приварился прошло три минуты рис просто откидываем на дуршлаг прошло 10 минут давайте посмотрим что получилось вот такое тесто получилось немножечко сейчас я его помну вымешу немножечко минутки две-три вот смотрите ребят какое тесто получилось такое приятное все возьму сейчас с мисочку немного с растительного масла просто промажу убираем нашу красоту накрываем пленкой и на час про тесто забываем убираем его в теплое место для это время будем делать начинку теперь нарежем лук мелким кубиком пока нарезаем лук я уже поставил сковородку с маслом прогреваться забрасываем лук жарим до золотистости до такого состояния поджариваем лук и добавляем рис хорошенько перемешаем рис у нас почти сырой и жарить мы его будем есть тоже минутки три не больше и вот сейчас наступил тот самый момент когда нам нужно подружить рис луком с этими великолепными специями чтобы рис напитался ароматом этим с этих специй сразу добавляем соль перчик хорошенечко перемешиваем и также будем жарить минутки три все это делаем на минимальном огне друзья не забываем пока у нас рис остывает со специями вернемся к тесту займемся тестом давайте посмотрим посмотрите как здесь как она поднялась как красота вообще и немножко я его конечно же вымешу буквально пару минут помесим его все теперь немножко подпылим доску и будем его раскатывать на всю площадь этой доски доска у меня 50 на 35 нам нужно его раскатать сначала его так руками немножко растяну потом скалкой начнем так вот аккуратненько моего по размеру раскатали теперь берем масло и начинаем размазывать тонким слоем по всей поверхности до масло и не сказал она мне лежит заранее его достал чтобы она была комнатной температуры чтобы легко было размазывать стараемся это делать максимально равномерно теперь что мы сделаем мы его сейчас хитро разрежем и затем сразу свернем слоями то есть за один раз мы получим много слоев и эту операцию мы сделаем один раз нам этих слоев будет достаточно смотрите что еще сделаю по ширине ты два раза да а так у меня будет три надреза по длине да и начинаем складывать то есть друг на дружку то друг на дружку складываем два а потом вперед да так вперед то есть 1 2 а потом даем его вперед немножко последний слой немножко подтягиваем такой то есть у нас должен быть квадратик до мышка так подтянем вот такой вот квадратик у нас получился с вами вот что что мы делаем убираем тесто в морозилку минут на 40 и закончат наш начинкой берем в пакет и морозилку смешиваем друзья все ингредиенты для начинки обратите внимание фарш у меня мясо сырое я его специально не обрабатывал не жарил ничего с ним не делал что в конечном итоге у нас начинка была более сочная сейчас берем рис какой аромат стоит специи раскрылись и уже работают и все это теперь хорошенечко перемешаем нам осталось добавить сюда водички и начинка готова опять хорошенечко перемешаем и оставим будем за тесто тогда у меня холодная практически ледяная и так прошло у нас с вами 40 минут достали на тесто давайте посмотрим немножко подпылим досточку вот такое она подмерзла конечно же сейчас я ему придам немножечко продольную форму можно руками можно скалкой это сделать неважно попытаться максимально вот эти уголки сохранить чтобы нас квадрат был и разрежем его на 6 частей максимально мы его выровняли раскатали сейчас мы разрежем посмотрим какое оно внутри то чуть-чуть здесь больше не нужно сейчас я разрежу половинку мы уберем в морозилку как я и говорил на будущее на потом да а три штучки мы запечем сейчас то есть мы его сейчас разрежем на шесть частей вот смотрите какие слои у нас получилось что внутри режем эту часть на три равные части смотрите какой пирожок получился это я тоже часть разрежу и уберу морозилку теперь самое время разогреть духовку я и включил вниз вверх и поставил 180 градусов и приступим дальше каждый из кусочков разделяем тоже на две части и будем его раскатывать сначала руками я немножко его а потом скалкой а какая длина приблизительно длина приблизительно 20 на 12 20 сантиметров в длину 20 22 на 12 ширину пытаемся придать овальную форму а уже позже когда будем их закрывать форму лодочки постараемся придать все то же самое делаем со второй частью не обязательно чтобы они у нас с вами были и идеально идентичной формы мы это все откорректируем когда уже будем закрывать сейчас положим начинку выложим начинку и уже потом откорректируем все все ребят сделали два вот таких вот мы с вами кусочка теста сейчас на один мы выложим нашу начинку вторым прикроем и залепим и мешаем фарш ребят фарш ароматный вообще такой запах стоит и выкладываем будем класть начинки 180 грамм в каждую ставите какие они получаются большие вкусные сытные 180 грамм мяса в каждую и немножко здесь его разровняем прям фаршем придадим форму лодочки берем вторую лепешку и закрываем закрываем как сначала я просто вот так придавлю пробегусь пальцами это ты по диаметру фарша делаешь до да по диаметру фарша то есть здесь вот я вот уже пальцами придаю форму лодочки так скрепляю защипываем довольно плотно чтобы она не разошлось у нас вот а потом берем вот так вот этот хвостик и его еще раз за как сказать закручиваем наверх тесто очень вкусно и вот эти вот края они будут хрустеть хрумки хрумки да вот так вот и теперь вот так вот я его руками еще закрою и видите у нас получилась такая форма форма лодочки все куда не денется ничего у нас не раскроется берем лопатку и перекладываем будущий форт сиани на противень все друзья остался нам последний штрих с вами нам нужно сейчас с вами что сделать смазать желтком я это делаю желтком отдельно отделяю желток промазываем желтком и надрежем их надрежем чтобы лишняя влага вышла чтобы они у нас не разорвались и теперь делаем небольшие надрезы сверху можно вот так вот наискосок сделать чтобы тесто у нас не жду вот так вот буквально четырех штук быть достаточно прорезаем только верхнюю часть ребят все друзья запекаем 40 минут и дальше будем наслаждаться духовка уже прогрелась и вот что у нас получилось и поверьте насколько они красивые настолько они вкусные просто камера не передает запах ну максимум что я могу сделать сейчас разрежу одну штучку пополам и посмотрим что у нас внутри хрустит аж у меня в руках все дегустация тоже будет давайте смотреть вот так вот так сейчас она попробуем в кадре какой запах это специи работают вообще это просто тесто хрустящая новенькая ребят обязательно сделайте это настоящая тбилисская еда из кафе не пожалеете оставайтесь с нами чтобы не пропустить следующее видео подписывайтесь на канал ставьте пальцы вверх всем пока всех до новых встреч